Утренний скандал прямо на привокзальной площади. Удар тяжелым автомобильным прикуривателем по голове закончился для таксиста сотрясением мозга. Неадекватного водителя Евробляхера отпустили из полиции, только лишь получив пояснение. Я принял заказ. Человек, ноль заказов у него в программе. Ему нужно было предкурить автомобиль. Я очень долго не мог понять, где он находится, потому что он не мог внятно объяснить, где он находится. Когда я подъехал к нему, он вышел сразу агрессивно, настроенный ко мне, начал себя неадекватно вести. Я его попросил, видя, что он неадекватный человек, говорю, вы рассчитайтесь, пожалуйста, со мной заранее, потому что у меня возникает сомнение в вашей платежеспособности. Он выхватил эти провода. Я понимаю, что разговор здесь не ладится, поэтому нужно взять камеру и записать все это на видео, потому что человек реально в состоянии неадекватном. Я пошел в машину, взял камеру. Когда я подошел к нему, он просто размахнулся и ударил меня проводами этими по голове. Там четыре таких набалдашника металлических. Это такой приличный удар. Моё время ухватываю. Моё время ухватываю. Моё время ухватываю. Полиция! Алло! Полиция! 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 Только что, вот, я только что пи***ил этот штрих вот сюда проводами мы. В РВД этот человек себя вел достаточно вызывающе. Он говорил, что там, ну, со мной, естественно, разделается, что ему закон не писан, что у него здесь все концы, и что всё у него будет хорошо, и тут переживать вообще не за что. Вот. Ну, он там ходил как свой. Ну, знаете, такое пренебрежительное отношение к крайней степени. То есть к нему взяли пояснение и отпустили его, да? Да, да, его просто, он написал что-то. Он даже не может писать по-русски, потому что он не русский национальности. Писала за него его дама, которая присутствовала рядом. Она писала, что я её хотел изнасиловать, а он меня защищал. Его просто отпустили, и всё. Как результат, у Фёдора гематома на голове и синяки в районе правого виска и затылка. В полицию. Его направили на суд, медэкспертизу, её заключение будет позже. В полиции мне стало плохо, и полиция вызвала скорую помощь. Приехали ребята со скорой помощи, и этот пара меди говорит, что тебе надо в больницу на томограмму мозга. Ну, по пути мне стало плохо, он там сделал мне какие-то уколы, и когда мы уже приехали, там сделали обследование томограммы головы. Какое заключение врачей? Заключение, что это сотрясение или что-то такое. Они сказали, что мне нужна консультация у невролога, и дальнейшее будет определять, что делать сам невролог, потому что они всего лишь делают обследование. И дали мне заключение, что мне нужно проходить эту консультацию у невролога. Ну, сегодня я уже туда поеду вечером и буду там дальше разбираться с самим неврологом, что он мне скажет. По словам пострадавшего, в полиции открыли дело по статье «Мелкое хулиганство». Удастся ли найти агрессивного евробляхера? Мы будем следить за ситуацией. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».